В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье. Сейчас разговор у нас пойдет о так называемом еврейском терроре. Служба общей безопасности Шабак задержала несколько юношей, учащихся Яшивы, которые обвиняются, подозреваются в том, что они бросали камни по автомобилям, проезжающим по шоссе ночью. И в результате того, что один из камней попал в машину, точнее, даже, может быть, несколько камней, водитель не справился с управлением, врезался. Женщина, многодетная мать получила тяжелую черепно-мозговую травму, в результате которой она впоследствии скончалась. Шабак ведет активное расследование. Ребятам предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве. Это, в общем-то, беспрецедентный случай, когда забросание камней предъявляет непреднамеренное убийство, тем более, что это еще ничего не доказано. Мы беседуем с политологом Авраамом Шмулевичем, который сам, в общем-то, живет на территориях и, как бы, не понаслышке знает, что там происходит. Авраам, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Первый мой вопрос следующий. Как определили, что это именно эти ребята кидали камни, тем более, что дело происходило ночью? Никаких камер наблюдения нет. И, насколько я понял, машина не остановилась сразу там, она поехала дальше. Это один из многих вопросов. Дело это, что называется, шито белыми нитками. После того, как эта арабка погибла, в арабские, зачем, мировые СМИ подняли шум. Как всегда, нас обвиняют в убийстве мирных палестинцев. И наша служба безопасности, Накшабак, видимо, чтобы отчитаться о закрытии этого дела, арестовала людей, которые совершенно непонятно, как к этому делу относятся. Действительно, во всех СМИ пишутся о том, что они уже убийцы. Вы правильно описали. Первое, неизвестно, кто кидал камни. Арабы все время кидают камни в еврейские приезжающие машины. И в том числе, в том районе, где произошел этот инцидент, видят... То есть, они в темноте тупо могли не разглядеть номера. Тем более, кстати, еще неизвестно, какие номера были на той машине, потому что эта семья из Кфарбидзи, это, в общем-то, у них могли быть и израильские номера. В темноте абсолютно невозможно разглядеть, какой камень. Аравы просто кидают в том шоссе, где большинство еврейских машин, кидают тупо камни во все приезжающие машины. Естественно, я неоднократно сталкивался. И поскольку, естественно, рядом граница, большинство машин, которые там приезжают, это машины еврейские. Ни один даже умалишенный еврейское поселение не будет кидать... Если вдруг почему-то стукнет в голову кидать камни ночью в приезжающие арабские машины, не будет этого делать, потому что вероятность 90%, что вы попадете в еврейскую машину. Но даже не в этом дело. Существует в Израиле дискриминация евреев, в первую очередь, поселенцев. Я вам прочитаю статистику за вчерашний день. Значит, по поводу бросания камней. Камни были брошены в машины, которые на дороге между Ицхаром и Хавад-Гелад, это в Шамроне. Камни брошены в машины, причем не в одну машину, в районе ограждения поселения Новый Цуф. Арабы бросили камни в приезжающие машины в районе Цомит-Афаким, Ак-Окфим, это тоже в Шалоне. Арабы бросили камни у северного въезда поселения Маля-Ливана. Арабы забросали камнями все машины, которые приезжали рядом с арабской деревней Сен-Жиль. Возитель автобуса ранен от пуль, которые попали в лобовое стекло. Бутылки с зажигательной смесью брошены в направлении евреевского, то есть в дома поселения Кармей-Цух, это в Иудее. Камни брошены в приезжающие машины к югу от Геват-Юсеф. Причинен предупреждение автобусу, который забросали камнями в районе Хизма, это тоже на границе Израиля-Палестинской Автомобии. Девять коктейлей молотов, зажигательных бутылок, брошены на дороге на шоссе Машедаян, который вообще находится в городской черте Иерусалима. Это въезд к шоссе, ведущий в Пизгадзеев. То есть это все за сутки вы перечисляете? Это за прошлые сутки. Бутылка с зажигательной смесью брошена в будку, на которой сидел охранник поселения Мигдальос. Это за 24 часа. Это буквально каждый день. То есть ничего особого в этой сводке нет. Ни разу вы не слышали, не услышите, к сожалению, чтобы арабов таким образом арестовывали за бросание камней. Причем очень многие... Арестовывали. Почему? Были задержаны, когда были погибшие. У нас есть порядка 20 случаев, наверное, даже больше, потому что в одном месте 7 бутылок. Вы слышали полицейские операции и так далее. Ничего этого нет. Никто не кричит на арабском терроре. Более того, многие водители просто не сообщают об этом армии и полиции, потому что это абсолютно бесполезно. То есть полиция... Никто не будет выезжать, если вы сообщите, что бросили камни, никто не будет выезжать туда, никто не будет ловить за арабов. Это считается просто нормой. Бросание камней и бросание бутылок в еврейские машины считается нормой. По закону Израиля каждый из этих актов должен квалифицироваться как попытка убийства. Потому что бросить камень в машину, которая движется в большой скорости, если она попадет, это убийство водителя. В Америке, например, если я не ошибаюсь, до 20 лет за такого рода действия, а американский закон там даст соблюдается. То есть в Израиле существует совершенно четкая дискриминация, к сожалению, евреев не только в области террора, но и в других областях. Не, ну а почему? То есть это просто правоохранительные органы, точнее политическое руководство, которое давлеет над правоохранительными органами, хотят показать себя Святее Папе Ируимского в глазах мировой общественности? Политическое руководство и правоохранительная система, по сути дела, выведут гражданскую войну руками арабов. Когда преступления совершаются по отношению евреев, отшельных евреев, которые живут в Иудее и Самарии на территориях, то эти преступления, как правило, не расследуются. Кидание камней и кидание бутылок с зажигательной смесью практически за этим не следует никакой реакции нашей правоохранительной системы. Почему? Спросите их. Это факт, который, к сожалению, мы сталкиваемся. Логика должна быть какая-то в этих действиях? Логика, видимо, потому что в свое время, я помню, еще Йоси Сарид, когда была попытка выселения Хеврона в районе поселения Осва, сказал буквально следующее, я сам это слышал, что мы создадим поселетцам такие условия, что они сами оттуда убегут. На самом деле, ведь не только это касается действий на поселениях в Иудее и Самарии. Возьмите просто автомобильные кражи. Эти вещи практически не расследуются. А мы все знаем, кто совершает эти кражи. Эти кражи совершают в большей части арабов, причем арабов, которые из палестинской автономии. Затем эти машины на территории автономии разбираются на запчасти, и запчасти отправляются назад в Израиль. Вы когда-нибудь слышали о рейдах, вы слышали о арестованных. Если у вас украдут машину, то, скорее всего, вам просто никто этим заниматься не будет. Мы его друга одного недавно украли, угнали машину в центре страны, живет. Рунчик достаточно обеспеченный, он нанял хорошего адвоката. Адвокат его сказал буквально следующее. Это бесполезно, заниматься этим полиция не будет, если только ты сам не приведешь им этого угонщика, и то его скоро отпустят. Та же самая ситуация с квартирными кражами у нас, которые также в большей части совершают арабы. И значительная часть арабов, живущих в автономии, полиции не занимаются. Так что вопросов тут по поводу нашей правоохранительной системы очень много. И мы слышали много историй про коррумпированность исполнительной власти, мэров городов особенно. Но вопросы, связанные с коррупцией в нашей правоохранительной системе, в нашей полиции никто не занимается. Нет, 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 ну позвольте, извините, ну что с этим занимается? У нас тут те самые офицеры, генералы, полицейские летят со своих должностей, как птицы просто. Летят, в основном это сексуальные поступления, и когда это касается какой-то борьбы за восьмую. Я вас еще раз, вот, вам привожу пример. Задайте это по поводу прохранительной системы. Автомобильные кражи, которые поставлены на поток, полиция этим не занимается, детали машины переправляются в автономию. Там они разбираются. Ну это, на самом деле, этим действительно занимаются, и были случаи, когда регулярно ловят этих расхитителей. Но я хотел бы спросить сейчас немножко о другом. В средствах массовой информации с подачи полиции, точнее с подачи общей службы безопасности Шабак, потому что именно Шабак занимается этим делом, а не обычная полиция. Появилась информация о том, что у этих молодых людей, которых подозревают, которые задержаны, которым, кстати, не допускают адвоката, потому что они подозреваются в террористической деятельности, у них обнаружены в их компьютерах, в их телефонах, обнаружены фотографии, где они там сжигают флаг. У них там есть израильский флаг, на котором изображена свастика, и из этого делаются какие-то далеко идущие выводы. Хотя на самом деле это абсолютно не связано с происшествием. Но, тем не менее, вопрос мой следующий. Что это за ешива, в которой учатся эти ребята, и почему у них такие, допустим, даже если это их фотографии. То есть, в чем особенность? Это же, ну, мы знаем, что есть определенные направления иудаизма, которые не признают государство Израиль, там, Натурей-Карта и прочее. И, как бы, они вообще не подчиняются государственной власти и отрицают существование государства, ожидая, так сказать, прихода высшего спасителя. Что это за ешивы, чем они занимаются и почему у них такие вот фотографии? Смотрите, еще раз я хочу вам сказать, что существует, почему я заговорил по этим кражемашим, это просто касается всех. Существует совершенно четко открытая дискриминация в так называемом еврейском государстве, дискриминация евреев, особенно евреев, которые живут на освобожденных территориях Иудеи и Сумарии. Преступления, которые совершаются арабы, как правильно, не расследуются, в том числе преступления террора, преступления бросания камней, бросания бутылок с сжигательной смесью, теперь это прикинулось уже на уголовные преступления. Когда что-то совершает еврея, особенно, если об этом говорит арабская международная пресса, полиции и службы безопасности проявляют удесетеленную активность. Нет ни одного случая подобного метания камней, когда задержали бы арабов таким образом, что их обвинили в организации, здесь мальчиков еврейских обвинили в организации, в террористической организации, то есть бросание к армии приравнивается к обстрелам, ракетным обстрелам. Это открытая дискриминация, которая существует. Что касается этой ешивы, это совершенно обычная ешива, такое сиадистского направления. Если у них эти фотографии или нет, я не знаю, лично я не стал бы доверять просто сообщениям полиции, хотя бы даже дождался бы того, что эти сообщения были бы обнароданы. Непонятные сливы прессы, кто сказал, кому сказал, были бы предъявлены в суде, но в любом случае у нас много кто сжигает израильский сфаг. И вот у нас не только что прошел случай, когда студентка еврейского университета в Иерусалиме, еврейского университета, преподавательница, причем немка, выгнала занятия из-за того, по требованию арабской другой студентки, из-за того, что она была одета в форму цара, или она военнослужащая. И президент, буквально сегодня президент еврейского университета, профессор Ашер Коэн, заявил, что ничего, увольнять эту профессору преподавательницу не будет, что никаких мерканий-то не будет, и что больше ничего страшного в этом нет. Что вы хотите от каких-то подростков? Ну, может быть, дети 16-17 лет, у них есть какие-то фотографии в телефоне. Ну и что? Это не значит, что людей можно арестовывать без суда и следствия, детей держать в камерах без связи с адвокатом. Что с ними там делают, мы тоже знаем. Буквально, опять же, вчера суд отклонил обвинение одному из таких подростков, который был арестован еще два года назад по делу в поджоге, ну, попытке поджога, осквернении церкви в Иерусалиме. Его, этого мальчика, посадили в камеру с оперативниками, которые изображали себя уголовнику, которые угрожали его изнасиловать, которые подложили ему наркотики, которые в течение нескольких дней он находился буквально в аду, да, и под угрозой, вот в еврейском государстве происходит это, вот в нашем государстве, наши полицейские угрожают изнасилованию, по сути, наших детей, да, и под действием, под влиянием этих, по сути дела, пыток, он признался в этом преступлении, и суд его теперь оправдал, познав, что это был самый оговор. Постреливаясь на это два года, произошло это, опять же, вчера. Это то, что, по-видимому, не дай бог, происходит с этими детьми, мы знаем, что применяются к ним и еще более жестокие пытки. В этом государстве существует еще раз цередоправленная война, которую правоохранительная система, которую прокуратура и службу безопасности ведет против поселенцев. Законы нарушаются не первый раз, и не второй, и не третий. Это система, которая продолжается уже много лет. Те меры, которые предпринимаются против так называемых еврейских террористов, они на порядок более жесткие, чем те меры, которые предпринимаются против арабов. И даже террористы, евреи, которых признали в совершении каких-то насильственных действий против арабов, они сидят во много худших условиях. Но подавляющее большинство этих обвинений даже в условиях нашей правоохранительной системы заканчиваются ничем. Оправданием суд не признает эти обвинения Шабака, при этом никто ни в Шабаке, ни в полиции ответственности не несет. Так что то, что у нас в государстве Израиль позволено арабу, не позволено еврею. За то, что за те же действия, кидание бытовой зажигательной смесью в еврейские дома, кидание камней в приезжающие машины, если это совершил араб против евреев, полиция этим заниматься просто не будет. Это наблюдаемый факт. Если есть даже подозрение, что это совершили евреи, мы видим то, что происходит сейчас, совершенно беспрецедентно, по жестокости следствия, нарушение уголовно-процессуального кодекса, я думаю, независимый суд после этих шабатников признал бы преступниками, что они нарушают уголовное заказательство. Пытки у нас тут и не разрешены в таком виде, но, конечно, вряд ли это произойдет, потому что наша правоохранительная система достаточно пристрастна. Ну что ж, я надеюсь, что все-таки, если дело дойдет до суда, то суд разберется и вынесет свой вердикт, пока, как мы знаем, без решения суда ни одного человека нельзя признать виновным. Ну а вот эти сливы, которые происходят, целенаправленные, они, скорее всего, как раз и преследуют цель заранее создать определенное общественное мнение, определенную ауру вокруг вот этих вот ребят, которых всех называют еврейскими террористами. Израильские СМИ уже признали их виновными, уже опубликованы ими Ешивы, и уже известно, по сути, кто они, откуда. То есть, действительно, как вы правильно говорите, создается атмосфера обвинения еще до того, не то что даже до суда, до того, как эти дети встретились с адвокатами. То есть, такого нет ни в одной демократической стране, на самом деле, то, что происходит у нас, евреям. Мы живем еще раз в государстве, в котором евреи подвергаются дискриминации. И в этой сфере, и во многих других. Спасибо. Спасибо, Авраам Шмулевич. Спасибо за этот комментарий. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Дорогие друзья, мы заканчиваем, завершаем программу «Тема дня». Всего доброго. Будьте здоровы. Дорогие друзья, мы заканчиваем программу «Тема дня».